Движение тамплиеров на запад В 1186 году объединенные войска Мусульманских Эмиратов во главе с выдающимся полководством с Альхиддином Айуби нанесли сокрушительное поражение крестоносцам в сражении при Хиттине и почти столетняя оккупация Иерусалима пришел конец За эти годы оккупации крестоносцев в городе были истреблены все мусульмане и иудеи И после изгнания крестоносцев местные жители, то были только христиане с ужасом ожидали мести мусульман за вековой геноцид Однако Салехиддин не причинил вреда ни одному из христиан города Более того, он приказал покинуть город лишь христианам-католикам, причислявшим себя к войску крестоносцев Тогда как православные христиане остались в городе и продолжали без какого-либо притеснения или ущемления вести привычный образ жизни и исполнять свои религиозные богослужения Только несколько правителей крестоносцев, вершивших откровенные зверства против мусульман и иудеев, были казнены Примечательно, что романтический благородный образ английских легенд Ричард Львиное Сердце на самом деле был беспощадным убийцей Исторический факт В 1191 году Ричард Львиное Сердце, состоявший в тесной связи с тамплиерами в ходе третьего крестового похода при осаде крепости Акра, что на территории современного Израиля после падения крепости приказал, невзирая на все предложения выкупа и перемирия вырезать три тысячи мусульман, включая женщин и детей, проживавших в городе После окончательного изгнания со священных земель Иерусалима тамплиеры нуждались в пристанище, где они могли бы продолжить свое дело Ричард Львиное Сердце, которого по возвращении в Англию тамплиеры возвели на престол и сделали национальным героем, отдал за это остров Кипр, где и расположился новый центр ордена Известно, что тамплиеры были лучшими мореплавателями За время пребывания в Иерусалиме они изучили все иудейские и арабские источники по геометрии, математике и картографии, наукам, которые в Европе вообще мало были известны в тот период Благодаря этим знаниям тамплиеры и славились как искусные мореходы Они имели на руках арабские карты морей Европы и Африки могли путешествовать на большие расстояния, что было недоступно европейцам Не секрет, что Васко де Гамма и Христофор Колумб, легендарные первооткрыватели земель также были в ордене тамплиеров Конечно же, главной целью всех морских открытий был поиск новых источников дохода и установления своего господства на вновь открываемых землях И на протяжении многих веков в морях господствовал белый флаг тамплиеров с красным крестом посередине Изначально ставившие во главу угла свою бедность, как символ искренности служения Христу тамплиеры стали к 13 веку самыми богатыми землевладельцами, банкирами и политиками Европы Тамплиеры обрели мощнейшую экономическую силу в Европе ибо не чурались открывать банки и давать деньги под высокие проценты предоставлять кредиты, благодаря чему они держали в своих руках практически все правящие династии Европы поголовно состоявшие у них в должниках Известно, что в средневековой Европе ростовщичество было запрещено Этот запрет Аллаха существует во всех монотеистических религиях В Коране проценты и ростовщичество провозглашаются одним из тягчайших грехов Те, которые пожирают проценты, предстанут в судный день никак иначе, как тот, кого поверг в безумство сатана Это потому, что они говорили, торговля ведь подобна лихаимству Аллах дозволил торговлю, но запретил ростовщичество Если кто из них прекратит заниматься ростовщичеством После того, как к нему пришло это предупреждение от Аллаха То прощено ему будет то, что было прежде И его дело будет в распоряжении Аллаха А кто вернется к ростовщичеству Те истинно обитатели огня, в котором они пребудут вечно Историки Алан Батлер и Стефан Дафо так описывают ростовщичество тамплиеров в средние века Тамплиеры были искусными банкирами Ибо использовали тогда запрещенные в Европе методы торговли Большую часть этих методов они переняли у еврейских торговцев Однако, в отличие от иудеев, которых в Европе всячески притесняли Тамплиеры пользовались абсолютной властью и свободой действий Что вызывало, естественно, зависть со стороны иудеев В Европе тамплиеры владели сотнями дворцов и замков Большая часть королевских фамилий состояла в должниках у тамплиеров Которые могли получать для себя от постоянно нуждавшихся в деньгах королей Любые привилегии Британский трон унизительным образом был должником тамплиеров Казна Британии окончательно истощилась при короле Джоне Первом Так что со времен Генриха Третьего Все британские короли брали в долг у тамплиеров Экономическое могущество тамплиеров позволило им стать подлинными теневыми правителями Европы Так, например, Папа Иннокентий II был избран главой католической церкви при условии Что Ватикан позволит тамплиерам строить свои церкви Которые не будут подчиняться никому Церкви тамплиеров отличались от всех церквей Сформировался даже новый архитектурный стиль Готика Который могли использовать только тамплиеры Которые не будут подчиняться никому